Продолжу чтение в своих рассказах. Ну, просто вещь, которую я хочу сегодня прочесть, она несколько велика. Я ее считаю рассказом, кто-то называет мини-повестью. Не очень важно. Важно, что, как мне представляется, что лучше поделить это чтение на несколько частей, по той простой причине, что если кому-то все это покажется уж очень неинтересным, то он может не смотреть продолжение. А в уголочке кадра я, естественно, поставлю ссылку, и кому понравится, он кликнет по ней и услышит, что было дальше. А вещь эта называется так. Тути-фьюти или похождение великолепного ковбоя Фрэнка, его коня Чемби-Йомби, чернокнижника мистера Олберга, их прекрасный возлюбленный Фьюти-Энн, скрупулезно собранный и описанный автором этих правдивейших строк, пожелавшим остаться инкогнито. Эпиграф. Из диссонансов создается прекраснейшая гармония. Гераклит-Эфесский. Глава первая. Мистер Уолтберг был солидный мужчина. Широкий в плечах и с изрядным брюшком. На вид ему можно было дать лет сорок, но сам он всех уверял, что ему значительно меньше. На толстых пальцах мистера Уолтберга всегда красовались огромные перстни с вызывающе блестящими камнями, которые все принимали за грубые работы подделки, хотя это были чистейшие воды бриллианты. Но у мистера Уолтберга все было таким. Рубашка свечна с перекошенным вредником, галстук завязанный, как удавка на висельнике, или пиджак, будто с чужого плеча. И только посвященные знали, что шьет свои пиджаки мистер Уолтберг у самого дорогого портного, а рубашки не покупает по случаю на какой-нибудь распродаже, а заказывает и не иначе, как из столицы. Один лишь цилиндр, венчающий его кудлатую голову, составлял исключение. В самый пасмурный день на его тулье без труда различались до двадцати четырех оттенков, отчего по городу даже ходили слухи, будто этот цилиндр не преломляет свет, как делал бы любой другой нормальный цилиндр, а каким-то непонятнейшим образом излучает его. Да, мы совсем забыли лицо. Оно было мясистым и красным. Медузоподобные щеки обволакивали многоярусный подбородок, незаметно перетекающий в складки жира на шее. Уши отсутствовали, но не потому, что их не было. Просто мистер Уолтберг прикрывал их пушистыми, каштановыми, в скобках заметив, не крашенными волосами. Но главное, конечно, были глаза. Их словно занесли сюда с другого лица, потому что со всем остальным они никак не вязались. Под тяжелыми дугами черных бровей, подпертых рыхлой округлостью щек, они ютились в их узких щелочках, и тем не менее сохраняли свободу, подвижность, и не в пример всей прочей монументальности производили впечатление слабости и незащищенности. А если добавить, что были они небесного цвета, с по-детски незамутненными радужными оболочками, да простят мне читательницы, глядя в эти глаза, в мистера Уолтберга можно было влюбиться. Жил мистер Уолтберг один, в небольшом особняке на шестой улице, и оставалось загадкой, где и когда подкопил он деньжат, чтобы содержать этот дом, появляться на улице в вышеобрисованном туалете и приветствовать встречных поднятием с головы выше описанного цилиндра. Но так или иначе, прошлое мистера Уолтберга тонуло во мраке, и не столько потому, что мистер Уолтберг уж очень усердствовал над созданием дымовой завесы над своей биографией, просто почему-то никого, абсолютно никого, это не интересовало. Потому и нам придется довольствоваться тем немногим, что сохранила история. А ежедневная деятельность мистера Уолтберга сводилась к следующему. Где-то в восемь утра мистер Уолтберг выходил из своего дома и неспешной походкой, одаряя редких прохожих добрейшей улыбкой, направлялся в библиотеку на шестьдесят шестой улице, где, развалившись в удобном кресле, перелистывал десятки журналов, выискивая статьи про каких-нибудь пауков, птицеедов. Если статья его увлекала, он ее перечитывал и даже делал кое-какие записи. Примерно к часу он со всеми раскланивался и брел в освояси. А после обеда обосновывался уже в своей библиотеке, где обкладывался толщенными фолиантами и настолько уходил в чтение, что зачастую забывал тушить сигарету, отчего в доме его всегда нечем было дышать, а рабочий стол хранил десятки подпалин, могущих обратиться, но по жребию судьбы не обратившихся в пожар. Отрываясь от книги, мистер Уолтберг шел к окну, где у него были свалены коробки с заспиртованными букашками, долго рассматривал их, то поднимая до уровня глаз, то запихивая под лампочку с надставленной линзой, потом снова шел к полкам. И так продолжалось до тех пор, пока мистеру Уолтбергу вдруг приходила идея. Вторжение ее всегда было столь неожиданно, что мистер Уолтберг каменел. Со щек его отливала кровь, а глаза ярко вспыхивали. Но потом он понемногу оттаял, тщательно тушил сигарету, потирал вспотевшие руки и, засучив рукава, направлялся в угол комнаты к своему террариуму. Это был огромный ящик, примерно метр на два. Внутри он был разделен перегородками на небольшие ячейки, в каждой из которых была соответствующая трава, соответствующий грунт и жила соответствующая тварь. Здесь можно было отыскать и гигантскую сороконожку, и нескольких термитов, скорпионов и целый десяток восточно-азиатских фаланг. В некоторые ячейки была налита вода, и там плавали головастики, лягушки, трепанги и прочее. Мистер Уолберг неспеша подходил к своей коллекции, какое-то время созерцал ее сокровища, а потом запускал туда руку и бережно извлекал на свет, боже, какое-нибудь животное. Затем также бережно переносил его на стол и принимался подталкивать пальцем, понукая размяться и пробежаться из конца в конец. В ответ животное изгибало спинку, дергало жалом или стучало крышнями. Но мистер Уолберг был неумолим и всегда добивался своего. И когда животное становилось послушным, совершал вторичный вояж к своему террариуму и приносил еще кого-нибудь. Вновь принесенного ждали аналогичные процедуры. Потом покрывал обоих тварей стеклянными колпаками, приговаривал что-то себе под нос и, лишь покончив с заклинанием, резко снимал колпаки. И взбешенная фаланга бросалась на скорпиона, а терпит на паука-птицееда. Продолжение следует...